Дошел до ручки. Александр пришел сегодня в Белый дом требовать встречи с губернатором. Четыре года назад у его семьи сгорел дом в городе Костерево. С тех пор Александр с женой и семью детьми скитается по родственникам и не может добиться помощи от чиновников. Если нет жилья, пусть дают два кабинета мне вон там. Отдельно у них просторный кабинет. И буду жить в этом кабинете вместе своей семьей. О печальной истории семьи Юсуповых мы рассказывали уже дважды. Александр с супругой Марины воспитывает семерых детей. После злополучного пожара семье пришлось перебраться к бабушке во Владимир. С тех пор они так и живут на 15 квадратных метрах. Мы обращались к Орловой, то есть она по Владимирской области. Мы к ней обращались, но непосредственно с ней мы не виделись. Я писала заявление два раза. Она вот единственное, что только помогла, чтобы нам выдали эти пять тысяч рублей. Чиновники Петушинского района со слов Александра на контакт не идут. В очередь на жилье многодетную семью не ставят, потому что у них не хватает документов. А съездить в другой регион за нужной справкой Александру просто не на что. Землю и лес многодетным тоже, по словам главы семьи, не дают. Я им задал вопрос насчет земельного участка. Они мне сказали, уже год, как никому, земельные участки не выдают. Насчет леса обращался, как поговорили, 250-го леса положено. В Петушки приехал. Мне сказали, 50% оплатите и забирайте. Но платить хоть какую-то сумму Александр не может. Он сдает металлоломы, а этим много не заработаешь. И вот сегодня потерявший надежду отец решился брать штурмом Белый дом. Без приглашения попытаться добиться встречи с губернатором или ее замом. Идем вместе с Александром в приемную по обращениям граждан. Но вышедший нам на встречу чиновник не пустил нас на порог. В отделе прием граждан перед нами просто захлопнули дверь. Видимо, так чиновники прячутся от телекамер. Чиновник внимательно изучил обращение Александра и через несколько минут отпустил. Но общаться с нами наотрез отказался. Как нам рассказал многодетный отец, ему пообещали, что лес для строительства жилья погорелец получит бесплатно. А право на землю его никто не лишал. Просто Александр предоставил властям не все документы. Какие нужно собрать, ему объяснили. Теперь дело за ним. Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал.